Прошел уже целый год с того момента, как я сдала на свои первые права в жизни в Италии. Я была очень-очень рада, потому что я к этому долго шла, долго стремилась. У меня было очень много разных препятствий, в том числе бюрократических. Поэтому я решила поделиться сегодня с вами советами, как лучше всего подготовиться, как лучше всего подойти к этому большому моменту, ответственному моменту в жизни, как получение водительских прав в Италии. Поэтому, если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. Стоит отметить, что для того, чтобы получить в Италии права, у вас есть два варианта. Либо у вас есть уже права, и вы их можете конвертировать. Но, например, если вы из России, то для вас эта опция закрыта. А если вы, например, приехали из Украины или из Молдавии, то, пожалуйста, после года вашей официальной резиденции, это резиденция, это проживание, официальная регистрация ваша в Италии, вы имеете право на конвертацию. Поскольку у меня прав никаких не было, водительских навыков тоже, я сдавала с нуля. В Италии очень важно иметь водительские права. И почему я, собственно говоря, захотела и решилась на то, чтобы идти водить машину, хотя я очень этого боялась и очень хотела учиться, это то, что без прапост не берут на работу. Для того, чтобы научиться водить, у меня было два пути. Так называемый доприватиста. То есть что это такое? Вы сами всё учите, за всё отвечаете, приходите, платите в школу, платите немножко дороже за, это называется, искритсионы, то есть за запись в школу, и потом идёте сразу же на теоретический экзамен. Как вы понимаете, такой вариант хорош. Если у вас хороший словарный запас, если у вас огромная сила дисциплины, сила воли и так далее, в моём случае я поняла, что это просто не работает, потому что мне нужна какая-то структура, которая меня будет заставлять это делать, иначе после того, как я купила книгу, я даже хотела таким образом выучить сама, я поняла, что я просто в какой-то момент смотрю-смотрю и закрываю книгу на несколько месяцев. А как вы понимаете, такой процесс, он очень долгий, поэтому мне хотелось что-то, чтобы меня мотивировало. Я пошла, спросила цены в школах. Внимание, если вы пойдёте в школы, это называется по-итальянски autoscuola, у вас будут разные ценники. Обязательно походите по всем школам, потому что я нашла где-то около 4 или 5 школ и выбрала ту, которая мне казалась в целом. Не просто стоимость одного пакета, а в целом. Потому что бывают какие-то экзамены дороже стоят, бывает, что если вы провалили тест, то вам повтор этого теста может стоить дороже и так далее. То есть попросите вам дать полный список их услуг и оцените общую среднюю стоимость. Из чего складывается эта стоимость? Есть какие-то фиксированные составляющие и есть такие переменные составляющие. К фиксированным составляющим относится налог в, что называется, моторизационные, то есть это ГИБДД. У вас есть налог за то, что вы хотите получить права. И в общей стоимости эта запись только в ГИБДД обойдется вам в 150 евро. Также вас попросят сдать медицинский экзамен La visita médica. Обычно ее делают прямо при автошколе, то есть никуда не нужно идти, не нужно записываться к какому-то специальному врачу. И обычно у вас проверяют зрение, ваши рефлексы, еще что-то такое, вашу адекватность. Также вам нужно будет принести ксерокопии ваших документов, вашего вида на жительство или permesso di suzorno. Также ваш паспорт, например, и ваш документ, который подтверждает вашу личность. То есть это может быть либо паспорт, как я уже сказала, либо ваша, например, la carta di vincita, то есть внутреннее удостоверение личности по Италии. И, внимание, очень важно, чтобы эти два документа, которые вы приносите в эту моторизационные, они были одинаковыми, идентичными, чтобы у вас никакая буква не отличалась, например, потому что там транскрипция не та, или чтобы у вас место рождения каким-то образом не отличалось, например, в одном документе написан город, а в другом страна и так далее. Потому что у меня получилась такая проблема, у меня на permesso di suzorno было написано страна, рождение, а потом зачем-то они решили поменять и выпустили мне город рождения. Хотя всегда писали страну, видимо, перепутали. Я когда получала, мне все данные подходят замечательно, я просто не думала, что они перепутали место, выбрали не то, что нужно было написать. Ну, как бы это permesso di suzorno и везде подходит, кроме как этой моторизации. Поэтому, когда я принесла, я уже собралась подаваться на экзамен, мне сказали, ой, подожди, у тебя поменялось permesso, и тут почему-то у тебя место рождения совпадает. И когда ты пойдешь на экзамен, ты не сможешь доказать, что это ты. Это как будто два разных человека. То есть даже если у тебя там дата рождения совпадает и так далее и тому подобное, если у тебя хотя бы какая-то одна буковка не совпадает, тебя могут прям с экзамена снять и сказать, что извини, как будто пришел другой человек, мы тебя к экзамену не допускаем. Поэтому мне сказали, что я должна ждать нового permesso di suzorno и с новыми документами, когда они уже будут такие же, как мой паспорт, например, или такие же, как моя карта инкета, то есть два одинакового документа, я могу принести. И один из этих документов должен был быть как раз таки permesso di suzorno. Соответственно, я ждала больше года, чтобы вышел новый документ, чтобы, как это сказать, чтобы закончился текущий документ, чтобы подать на новый, чтобы вышел новый и так далее. То есть будьте внимательны. И деньги, конечно, мне за эти теоретические курсы уже никто не хотел возвращать, потому что, ну не то, чтобы сама виновата, но они за это ответственность не несут. Итак, сколько же стоил курс и что в него входило? Курс стоил около 370, если не ошибаюсь, и было два варианта. То есть с поддержкой лаборатории, что значит лаборатория, ты приходишь в компьютерный класс, и тебе включают симуляцию, тесты на экзамене. Прям хорошие, с хорошими думанды, с хорошими вопросами, с хорошими квидсами. Это викторины. И ты там тренируешься и можешь задать вопрос, если у тебя возникают какие-то вопросы прямо у инструктора или, например, у помощницы инструктора. И это входит в стоимость пакета. Можно выбрать опцию подешевле без этой лаборатории. И также у тебя есть вот такие вот книги. Вот такая вот La Patente Abdi от УТО. И у меня была вот эта книжечка, с которой я ходила на каждое занятие, делала себе пометки. И еще при этом мне выдали огромную тетрадь, в которой тоже есть бумажные квизы. То есть до того, как была изобретена система компьютерная, все было. На листочках ты приходил, отмечал правильный ответ и потом смотрел по ключам. Мне такой вариант, если честно, не нравился. И скажу почему. Потому что на реальном экзамене вы будете создавать в компьютерном классе. Поэтому есть смысл тренироваться в компьютерном классе сразу и не смотреть на эти бумажные варианты. Потому что это немножко неудобно. То есть там автоматом сразу у тебя выходит правильный ответ, показывает неправильно, объясняет почему. Мне было так удобнее. Также около от 5, наверное, до 20 евро нас может уйти на так называемые акцизные марки, на нашу фотографию, которую нам нужно принести к документам и на какое-то еще оформление. То есть это закладывать на это еще около 30 евро. Также нам нужно будет оплатить теоретический экзамен. А это от 100 до 150 евро. Также смотрите, сколько он стоит в вашей школе, потому что, если вы провалили с первой попытки, то вам придется повторить. Если вы провалите вторую попытку, то вам придется посещать курс заново. И я не уверена, что вы, наверное, вы не платите, но вы посещаете все-все-все заново. И тогда вы можете претендовать, по-моему, на следующие две попытки. Ну и если это вам кажется дорогим, то теперь мы приступаем к самой дорогой части. Вам обязательно нужно будет вводить минимум 6 часов с инструктором. И из этих 6 часов, 4 часа будут дневные и 2 часа будут ночные. Также у вас обязательно будут часы, когда вы будете проезжать по шоссе. Приятный бонус это то, что когда вы сдаете экзамен, вы его сдаете на той же самой машине, на которой тренировались. Если вы, как я, и не умеете водить, то вам понадобится, у меня было, наверное, 15 или, может быть, 18 уроков. И я не жалею, что я их взяла, на самом деле, потому что это большой опыт, ты не так боишься, ты... Хотя я очень-очень боялась водить, я сейчас до сих пор чувствую себя неуверенно, потому что у меня нет своей машины, но, тем не менее, когда мне доводится везти что-то чужую машину, я могу и знаю. Кстати, в Италии всех учат на механике. И сколько же стоит один урок в автошколе, один урок вождения? Давайте посмотрим. Цены все, на самом деле, разные. В прошлом году, в сентябре, их повысили где-то на 30%. Я думаю, что в этом году они повысились снова. Я платила 35 евро за 1 час. Обычно платится по... Нет, мне кажется, 30, и если ты платишь по полчаса, то стоит немножко дороже. Если платишь за весь час, стоило немножко меньше. Сейчас посмотрела цены, говорят уже, что в некоторых автошколах сейчас 40, и, видимо, это будет повышаться, потому как цены на бензин тоже повысились, цены на газ повысились, поэтому, если вы хотите идти и учиться, пытайтесь сделать это сейчас, потому что, видимо, чем дальше мы идем, тем дороже это будет стоить. Ну и давайте посчитаем, сколько я отдала за мою розовенькую корочку. Примерно 1200-1300 евро. Я в определенный момент сбилась со счета, сколько у меня было практических уроков, но это все примерно вписывалось как раз-таки в эту сумму. И примерно 18 лекций, 18-20 лекций это оптимально для того, чтобы научиться с нуля. шоу, то есть 6 это такой минимум. Где-то после 12-13 я научилась достаточно хорошо, и потом мне сказали, что перед тем, как сдавать экзамен, я просто должна тенер-ми-алли-на-ата, то есть я должна все время себя поддерживать в рабочем состоянии, тренироваться, поэтому предложили мне брать еще несколько лекций по 2 часа, то есть вы 2 часа без прерыва ведете машину. И да, я сдала с первой попытки теорию и с первой попытки сдала практику. И это важно, потому как таким образом я сэкономила около 200 евро. Кстати, приятный бонус, вы можете тренироваться не только во время практических занятий с инструктором, но и вне автошколы, если вы найдете человека, который разрешит вам водить его машину или ее машину, если этому человеку будет больше, чем 28 лет, нет, чем 28, но меньше, чем 65, и если у этого человека будут права не менее 10 лет. Почему говорю 28? То есть если человек получил 18 права, 28, он уже имеет право, да, с 10-летним стажем он имеет право вас сопровождать. Вам выдается такая розовая квитанция, называется Ильфолью роза, которая говорит, что вы прошли теоретический экзамен, вы сейчас проходите практический курс, и вы можете, если вас остановит полиция, если вы будете соблюдать, у вас будут все документы необходимы, будет этот человек с вами сопровождающий, который соответствует всем критериям, он может вас сопровождать, он может вас учить, но при этом должны вы находиться на какой-то улице, которая будет не очень переполненная, где-то будет на крайне и так далее. То есть вы не можете по центру города разъезжать, вы не можете создавать какие-то критические ситуации, но вы можете спокойно практиковаться, например, по вечерам. И да, действуя этой розовой квитанции или фолью роза сей мези 6 месяцев. То есть у вас есть полгода для того, чтобы сдать практику. А теперь давайте перейдем к моим советам, как же лучше подготовиться к экзамену по вождению. Во-первых, как я вам сказала, обязательно запишите в школу, потому как я считаю, что это нас дисциплинирует, мотивирует, структурирует и так далее. Потом вы видите других студентов, и это мне очень-очень помогло, потому что я видела 17-летних, 18-летних итальянцев и итальянок, которые также, как и я, поднимали руку и спрашивали, что это такое, потому как лексика, которую используют здесь, она, во-первых, бюрократическая, во-вторых, не повседневная, книжная и сложная, специфическая. То есть нормальный человек не будет знать эти слова и не будет их использовать в повседневной жизни, если он не прошел этот курс. Поэтому это мне очень помогло. Во-вторых, у вас есть такая поддержка школы, вас все знают, вам помогают, вы чувствуете себя увереннее, и это вам, соответственно, также помогает на экзамене, потому как с вами на экзамене будет ваш преподаватель и инструктор, инспектор, поэтому инспектор это уже какая-то лишняя фигура, которую вы не знаете, это вам создает стресс, плюс ситуация экзамена, и у вас есть ваш преподаватель, на который вы как бы морально опираетесь, то есть он сидит рядом с вами, и это все как обычно, как на уроке, вы чувствуете себя проще. Также бытует мнение, что русских девочек, славянских девочек часто заваливают на экзамене. Смотрите, мне кажется, это очень-очень индивидуально, я была на экзамене одна из иностранок, нет, была еще одна девочка из Румынии, которую завалили, потому что она не смогла припарковаться, правильно, то есть она даже не выехала в город, она просто не смогла это сделать, поэтому это не вина того, что она была какой-то национальностью, она не смогла правильно припарковаться, при этом так же до нас, так называется, бутчари, это провалить, завалить, то есть завалили, точнее не завалили, просто не допустили к дальнейшему экзамену, сказали, что все, для тебя экзамен закончен, и это случилось с двумя итальянцами, которые прекрасно знали язык, они просто не знали материал, то есть мне кажется, что это наше незнание материала, незнание, неподготовленность, особенно кто конвертирует или кто умеет уже водить, они, видимо, идут так с надеждой, что я все знаю, а когда оказывается, что от вас требуется определенный набор движений, который, может быть, вы потом не будете делать, но нужно делать именно так, а не иначе, как-то не по-другому там брать, что-то нажимать, вам обязательно нужно прислушиваться к тому, что вам будет инструктор, поэтому если вы в школу ходите, то это вы знаете, если вы в школу не ходите, не знаете, если вы думаете, что вы все знаете, то вас все равно оценят по другим критериям. Третий совет, это учить все в контексте, обратить внимание на самые трудные вопросы, потому что часто в школе вам подсказывают, вот это самые часто встречающиеся вопросы, вот эти ответы будут всегда неверными и так далее. Прислушивайтесь к тому, что вам говорят и обязательно проделать кучу-кучу тестов. И есть даже такие приложения на телефоне, они хорошие, но у них повторяются постоянно вопросы. То есть у вас что происходит, вы их делаете, в определенный момент видите, что те же самые, вы понимаете, что классно, я не ошибаюсь больше, на что происходит, вы тренируетесь на тех же самых вопросах, которые видели до этого, но есть еще огромная масса вопросов, которые в этих тестах не включена. И когда вы идете на настоящий экзамен, вам могут попасться как раз таки те вопросы, которых не было в приложении, потому что они неполные. Поэтому они рекомендуют тренироваться именно в тех самых лабораториях, информационных, информатических лабораториях, которые существуют при школах. Самое ужасное, то что нас будут спрашивать помимо теории, еще и практику первой помощи, что с собой нужно возить обязательно в машине, какие у нас символы, не знаю, написаны примерно на шинах, если откроем пропот, какие жидкости мы видим, куда заливать масло, зачем нам эта жидкость, как у нас работает мотор, куда он отправляет, что и так далее. И это часть также практического экзамена. То есть эти вопросы есть в теории и в практике. Поэтому обязательно выпишите себе вот эти все моменты, проговорите их вслух несколько раз. У меня прям была такая табличка со всеми возможными вопросами, например, что означает, не знаю, как называется по-русски, да, млеспия. То есть как-то нам показывают, что у нас там масло закончилось и так далее, как они, опрессионы, лёлью, то есть вот эти все вещи, которые там загораются. Видите, я даже их не знаю по-русски, потому что я их не переводила. И нас могут спросить, когда вот авария в машине, какие спии у нас там загораются, а вы не знаете. То есть вы должны обязательно к этому подготовиться. Ну и последний совет, это, конечно, хорошо выспаться, всё повторить и идти, не бояться ничего, много тренироваться, обязательно парковка, потому что это первое, что вас просят, это парковка. У нас бывает парковка аэльне, то есть таким вот заезд, да, потом аэсэ, когда параллельно с парковкой и так вот нужно аккуратненько там ещё назад встать, когда нужно. Поэтому, если вы не сдаёте эти виды парковок, вас сразу говорят, нет, возвращайся в следующий раз. Если вы сдаёте это, вы переходите к поездке по городу, а потом к поездке по шоссе. Экзамен примерно длится, наверное, 25 минут. То есть вы 25 минут валите и вас 25 минут оценивают. И на чём часто валят, либо теоретические вопросы в начале, либо парковка, либо не посмотрели в зеркала. То есть это такие самые-самые основные. Либо, когда сели в машину, не поправили потоломники, кресло, то есть не отрегулировали. На это всё тоже смотрят. Я надеюсь, что этот опыт был вам полезен. И если вы собираетесь сдавать на итальянские права, то всем удачи. Надеюсь, у вас всё получится. Если не получится сдать с первого раза, не переживайте. Многие-многие итальянцы, они их заваливают, а они идут обязательно второй, пробуют раз, третий раз и так далее. Конечно, это стоит, но это, как говорится, стоит того. На этом у меня всё. Спасибо, что были со мной до конца. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.